Субтитры подогнал «Симон» 3 января 1881 года в Вольске творилось нечто невообразимое. Прошел слух, что по улицам этого провинциального городка под Саратовом передвигается необычный экипаж на так называемых бесконечных самодвижущихся рельсах. И все жители выбежали из домов, чтобы посмотреть на техническое чудо. Это была огромная повозка, груженная двумя тысячами кирпичей и еще 30-ю взрослыми мужчинами, которые с легкостью тянулось парой обыкновенных лошадей по заснеженным улицам. Чудо заключалось в том, что повозка была на гусеничном ходу. В ту пору о подобном транспортном средстве никто не знал, поэтому оно вызвало у жителей Вольска полный восторг. Спустя пять дней губернская газета «Саратовский листок» рассказала об этом событии словами собственного корреспондента. «Новость наша самого приятного содержания – это применение к действию замечательного изобретения господина Блинова, обещающего иметь, несомненно, в недалеком будущем громадное экономическое значение. Господин Блинов, изобретатель бесконечных рельсов, делал на днях пробу своей платформы. На самом деле, господин Блинов не был первым, кто изобрел гусеницы или, как тогда говорили, бесконечные рельсы. Но он создал оригинальную систему управления гусеничной повозкой, которую впоследствии назовут гусеничным трактором, хотя в ту эпоху имя у изобретения было совсем другое – самоход. После реформы 1961 года Россию охватила настоящая железнодорожная лихорадка. По темпам распространения железных дорог Россия не знала равных в Европе. Блинов чинил паровозы в Саратовском депо, при этом понимал, что в его родную деревню рельсы никогда не проложат, и поезд туда никогда не придет. А что, если сделать так, чтобы паровоз носил свои рельсы с собой? Подобные конструкции паровых машин уже создавались в разных странах, и все они имели в своей основе принцип бесконечных рельс, или так называемых гусениц. Гусеница – замкнутая сплошная лента или цепь из шарнирно-соединенных звеньев, применяемая в гусеничном движителе. Внешняя поверхность гусеницы снабжена выступами, так называемыми грунтозацепами, которые обеспечивают сцепление с землей. Гусеницы могут быть металлическими, резинометаллическими и резиновыми, в зависимости от задач, которые должно решать внедорожное транспортное средство. Считается, что первый открыватель гусеничного принципа движения – французский конструктор Дюбаше. В 1818 году он закрепил за собой право создания экипажей с так называемыми подвижными рельсовыми путями, или бесконечными рельсами. В 1826 году англичанин Джордж Кейли также запатентовал гусеницы, как раз назвав их бесконечными рельсами. Идея гусеничного хода в России была запатентована в 1837 году штаб с капитаном Загряжским. Но поскольку она так и не была реализована, патент у него отозвали. Изобретателем гусеницы в нашей стране считается Федор Блинов, который сумел осуществить свою идею на практике и в 1879 году получить на него привилегию за номером 2245. Однако заслуга его была в другом. Блинов предложил принцип управления гусеницей, что в отличие от других гусеничных машин, делало их высокоуправляемыми, маневренными, то есть вносило то качество, которое стало необходимым условием для создания всего последующего поколения гусеничных машин. Кроме того, в отличие от ранних образцов, таких как, например, изобретение Хиткота, чью конструкцию некоторые авторы представляют как образец первого в мире гусеничного трактора, у паровой машины Блинова присутствовал тяговый принцип трактора, то есть она могла агрегатироваться с машинами, которым необходима тяговая мощность, реализуемая через движители. Блинов был уверен, что его транспортное средство будет востребовано в крестьянских хозяйствах, в строительных артелях и еще, как тогда мечтал Блинов, путешественниками, отправляющимися в дальние экспедиции открывать новые земли в Сибири. Хорошо подзаработав на внеурочных ремонтах паровозов в железнодорожных мастерских Саратова, Федор Блинов переселился в другой волжский город – Балаково. Там он снял сарай и приспособил под производственные нужды. Назвал сарай заводом и дал объявление о наборе подмастерья. Первым, кого принял Блинов на должность подручного, оказался Яков Мамин, человек, который впоследствии создал первый отечественный дизель и первый отечественный серийный колесный трактор. Первоначально работа шла вообще без чертежей. Лишь позже начали появляться рисунки и описание работы. Подручный Блинова, Яков Мамин, ни на шаг не отходил от своего учителя, тщательно выполняя все его поручения. Много лет спустя Мамин рассказал, как и что они делали. Например, как две продольные пятиметровые балки превращались в остров самохода, в его раму. На одном конце были установлены две горизонтальные паровые машины. Работали они через передачу чугунными шестернями на ведущие колеса. Сами же колеса были обуты в шарнирную гусеницу. В промежутках между колесами гусеница опиралась на поддерживающие ролики. На другом конце рамы Блинов соорудил будку машиниста. В ней было два окна, дверь, а с внутренней стороны будка служила опорой для двух баков. Один бак для воды, а второй для топлива. Как только самоход был собран, начались его испытания. Якова Мамина Блинов назначил механиком. Сам же себя изобретатель назвал капитаном. Капитан и механик заняли места в деревянной будке трактора, после чего последовала команда. Оба цилиндра вперед. Самоход тронулся и пополз со скоростью около трех километров в час. Эта скорость была изначально задана изобретателем, который хотел приравнять ее к средней скорости движения валов в упряжке. Самоход прошел длинный двор мастерских, а дальше случилось непредвиденное. Капитан не смог точно вырвать к воротам и на полном ходу их разрушил. Машина выскочила на улицу и врезалась в забор соседнего домовладения. Первый выезд закончился аварией. Но зато Блинов получил опыт вождения и теперь мог делать выводы, как надо было управлять самоходом и какие качества для этого нужны. Принцип управления у самохода Блинова был таким. Если надо повернуть, то останавливается одна гусеница, а вторая продолжает двигаться, разворачивая трактор по оси. Останавливая по очереди разные гусеницы, можно поворачивать или налево, или направо. Если одну гусеницу запустить вперед, а вторую назад, можно было добиться полного вращения на месте. Сегодня по этому принципу управляется вся гусеничная техника. Испытания самохода шли несколько лет, пока изобретатель не решил, что машина готова для демонстрации, которую Блинов решил провести в 1896 году на знаменитой Нижегородской ярмарке. Попасть туда было чрезвычайно трудно, особенно людям низшего сословия, которому принадлежал Блинов. Но изобретатель не собирался сдаваться. Он написал несколько писем, в которых подчеркивал, что просит место на выставке для чрезвычайно важного изобретения. Об этом даже написал журнал «Саратовская земская неделя» в 32-м номере за 1896 год. На имя генерального комиссара выставки поступило ходатайство крестьянина Саратовской губернии Блинова, экспонирующего в строительно-инженерном отделе Всероссийской выставки паровоз для грунтовых дорог, отапливаемой нефтью. Блинов просит разрешения демонстрировать свой паровоз перед выставочной публикой. В конце концов, изобретателю разрешили экспонировать на выставке свой самоход. Но на этом трудности не закончились. Блинову пришлось потратить изрядную сумму из собственного кармана на фраг вместо на борже, буксируемой пароходом Василия Лобанова. А на то, чтобы трактор выставили в инженерном или сельскохозяйственном павильоне, который считались самыми посещаемыми, денег уже не хватило. В конце концов, самоход оказался в павильоне спасания на водах, в который важные посетители не заходили и, следовательно, его не видели. Блинов же старался вовсю, лихо маневрируя механизмом и удивляя праздную публику. Но все его усилия оказались тщетными. Вот что написала об этом газета «Каспий» в 187-м номере за 1896 год. Экспонент. Крестьянин саратовской губернии Федор Блинов демонстрирует перед публикой паровой самоход, приспособленный для перевозки груза по шоссейным и грунтовым дорогам. Целых 16 лет как придуман им этот двигатель. Он даже взял на него привилегию, но все никак не может подыскать капиталиста, который взялся бы изготовлять его фабричным путем. Такова уж судьба русских изобретателей. С самоходом Блинов потерпел полная фиаско. Правда, без награды изобретатель не остался. Дело в том, что его мастерские, именуемые самим владельцем заводом, выпускали пожарные насосы, как основную продукцию, приносящую прибыль. Часть прибыли Блинов как раз и использовал для постройки гусеничного самохода. Так вот, за качественные пожарные насосы Блинов получил бронзовую медаль выставки. А самоход у промышленников не вызвал никакого практического интереса. Федор Блинов был убежден, что все эти неудачи временные. Он верил, что если довести свое детище до совершенства, то им непременно заинтересуется. Он подключил к работе над машиной младшего сына Порфирия, который по инициативе отца выучился в Петербурге на инженера. Вместе они принялись строить опытный образец нефтяного двигателя, который позволил бы увеличить мощность машины и избавить машиниста от необходимости подкидывать уголь в камеру с горами. Однако сделать на основе рабочей модели полноценный действующий трактор изобретатель уже не успел. Незадолго до кончины Блинов пожаловался одному из своих учеников. Не поняли меня купцы, не поняли, над чем я работаю. Но если доживешь, то увидишь, какое колоссальное дело будет выполнено этими машинами. Купцы не поняли, но время поставило все на свои места. Сегодняшние гусеничные машины совсем другие, чем самоход Блинова. Однако принцип управления ими первым заложил русский изобретатель. И принцип этот работает до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова